Добрый день, спасибо большое. Сегодня такой обобщенный курс «Варианты охраны интеллектуальных прав в образовательной деятельности», осложненный сразу всеми вопросами, какие только могут быть. Ну, получается, к сожалению, голубым по Европам, попробуем его пройти. Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это то, что существует и в обществе, и все мы понимаем, что есть какие-то знания, которые мы постепенно наращиваем, и индивидуально, и в составе общества, в составе человечества, и вот идея, собственно, права интеллектуальных состояла в том, чтобы стимулировать эту спираль обогащения информации, то есть каждый человек может придумать что-то новое, но для этого он должен накопить сначала знания доступные, потом придумать что-то новое в себе, потом выразит это новое знание, потом, если получится, оформит это, выдаст это как некие результаты, и охраняться будут не всякое новое знание, а только некие результаты интеллектуальной деятельности. Выглядит достаточно идеалистично, а дальше уже законодательство и практика придумывают множество каких-то возможностей, как и что охранять. Но все это образует такую разнородную систему, очень ситуативную, то есть появлялась в истории потребность охранять печатные книги, вот придумали копирайт, авторское право, потом его развивали, появилась возможность и необходимость охранять изделия промышленного дизайна, придумали другие способы. А на самом деле, к сожалению, все это пока еще в состоянии развития, поскольку считается, что если какие-то правовые положения имеют за собой историю меньше нескольких тысячелетий, это только еще начало, это молодость, скажем, в соответствующей отрасли права. И возможности охраны существуют в рамках нескольких групп. Первое, это всем известное авторское право, примкнувшие к ним смежные права, то есть это основной объект произведения, основное отличие это то, что права возникают автоматически, то есть это и благо, и одновременно проблема, мы потом об этом поговорим, то есть создали произведение, придумали. Борис Захадер, стихотворение «Плачет киска в коридоре, у нее большое горе, злые люди бедной киске не дают украсть сосиски», и с момента выражения этого произведения оно одновременно получило автор. Но дальше возникает вопрос, о котором мы поговорим, а как же обеспечить эту охрану, как же защитить, как доказать, что это ваше и насколько это ваше. И примкнувшие права, это права исполнения, права записи, на звукозаписи, так называемые фонограммы, права вещательных организаций, ну в меньшей степени в образовательных действиях задействованные. Отдельную группу составляет патентное право, и основное это изобретения, мини-изобретения, так называемые полезные модели, промышленные образцы, основные черты промышленных изделий. Отличие в том, что требуется для охраны, требуется регистрация. И в области образовательной деятельности это, конечно, достаточно редкое явление, потому что изобретения, конечно, могут делаться, но это достаточно редко, еще реже это оформляется. Одна из неприятных вещей в том, что способы изобретения могут охраняться устройства, способы, вещества, но для образовательной деятельности характерны способы, например, способы преподавания, но в отрыве от какой-то технической составляющей будет очень сложно или почти невозможно их зарегистрировать. То есть в США они регистрируются, в Европейском Союзе только при наличии технических решений, технической составляющей. В Российской Федерации может да, может нет. То есть у нас достаточно разбросанная категория, то есть что-то Роспатент не пропустит. Например, одна из заявок была на новый способ поедания банана, разрезать его посередине и из каждой части этой чайной ложечкой выедать банан. Это понятно, что Роспатент не пропустил. Но иногда пропускают такие вещи, которые потом, например, которые уже предусмотрены ГОСТами, но для области именно образовательной деятельности, сами по себе новые методики образования, новые способы преподавания, их очень тяжело или почти невозможно зарегистрировать. Третью группу образуют так называемые средства индивидуализации, и основа – это товарные знаки, знаки обслуживания, это то, с помощью чего можно индивидуализировать себя. Мы об этом поговорим. Это очень важно для развития, например, каких-то проектов. То есть если вкладываете душу, силы, средства в развитие проекта, то лучше всего, чтобы он был индивидуализирован, потому что по двум причинам. Даже не из-за того, что вот жалко. Ну, во-первых, жалко, потому что украдут и нечем будет защищаться. Не всегда можно защититься с помощью авторского права, его возможности все-таки ограничены. А во-вторых, по той причине, что если будет смешение, то ко дну пойдут все проекты. Ну, так происходит с продуктами. Например, человек приходит, покупает сыр адыгейский, когда-то так почти погиб, пробует, а он невкусный. И ему нет особой разницы, кто его производит, у Малаты или какая-нибудь еще компания. Он просто отказывается от покупок. Вот то же самое происходит, если нет индивидуализации с сайтами образовательными, с программами, что просто не придут в следующий раз потребители, потому что будет размытие бренда, будет представление, как о чем-то плохом, ассоциации плохие. И поэтому такая защита нужна не всегда вот просто для того, чтобы там наживаться, что-то продавать, а еще и для того, чтобы поддерживать нужный уровень. Ну, третий вид объектов, так сказать, они традиционные объекты интеллектуального собственности, видим, название придется менять, в связи с последними веяниями в законодательстве. К ним наиболее применимы, видимо, в образовательном действии, это секреты производства, ноу-хау, то есть то, что удастся придумать, но при этом нежелательно разглашать. Что касается теоретических основ, то, к сожалению, мы живем в особом мире, в Российской Федерации совершенно свое исключительное право придумано, единое, неделимое, очень тяжело его оформлять, очень тяжело передавать. Это такой специфический отказ, когда объединяли все виды объектов интеллектуальных прав, то взяли единую модель, свойственную для патентного права. И вот в результате появилось это исключительное право, которое нельзя передать, можно предоставлять только лицензии или передавать право целиком. Дробить нельзя, кусочками не получится. Это очень неудобно, но это больше для договорной практики. А сейчас давайте посмотрим на такие основные объекты, как произведения. Объекты авторских прав – это основа, это то, с чем чаще всего сталкиваются. И раньше было проще, конечно, во времена наскальной живописи, сейчас несколько сложнее. Охрана произведениям предоставляется, как мы говорили, автоматически, независимо от уровня, назначения, достоинства. Это, опять же, и благо, и недостаток. То есть, с одной стороны, вы можете создать прекрасные какие-то результаты, а потом некто начнет заявлять, что вы у него что-то использовали, что-то украли. Дальше возник вопрос, охраняется это, не охраняется, что именно было заимствовано, и в какой степени это подпадает под авторское право. Но вот если смотреть разные иски, новости о разных судебных делах, то достаточно часто случается, что абсолютно абсурдные претензии принимаются, тем не менее, судами, потому что с точки зрения права, есть право на иск в материальном праве, в материальном плане – это удовлетворение иска, а есть право в процессуальном плане. Поэтому любой человек может любого подать в суд с любыми, даже самыми нелепыми требованиями, и суд обязан, если соблюдены формальности, то судебная практика в законодательстве нет однозначного определения, что же есть с предъявлением. Предъявление – это некий результат творческой деятельности, который должен быть объективно выражен. для восприятия других людей, то этот результат объективно выраженным считается. Если он недоступен, находится только в голове создателя, то понятно, что охрана еще не возникает, она, собственно, и не нужна, потому что мысли читать пока еще не все научились. Что же касается, что же должно быть создано, что считать таким результатом, заслуживающим охрану, то законодательство однозначного ответа не дает. В свое время Верховные суды высших инстанций разъяснили, потом стали придерживаться этой точки зрения, что, мол, пока не доказано иное, любые результаты института считаются созданными творческим трудом, предполагаются. Но суды не применяют такую презумпцию, потому что, как считать, опять же, так, извините, звук, я тогда изображение, наверное, отключу, может быть, так будет лучше. Лучше получается. Так, как считать, что считать произведением, это, опять же, каждый раз устанавливается в случае спора судом. То есть, в случае, если есть конкретный спорт, и о конкретной ситуации, мы тоже посмотрим на разные варианты. Получается, суд должен решить на основании своих взглядов, следуя великому принципу трех П, полпалец потолок, или привлекая экспертов, которые по тому же самому принципу дают какие-то заключения. То есть, если мы видим объект большой, например, там, «Война и мир», мы понимаем, что это произведение. Если мы видим, что объект маленький, или здесь вопрос не только в величине, но и в том, что из себя представляет этот объект. Например, созданный по алгоритму объект может признаваться произведением, а может не признаваться. Все зависит от конкретных условий. Очень сложное сделали. Раньше было проще, потому что раньше предполагалось, что произведение должно быть оригинальным. То есть, если такое же произведение создано другим лицом, то оба произведения в российской концепции, во всяком случае, не охранялись. В настоящее время были разъяснения судов, что само по себе отсутствие оригинальности, уникальности не означает, что объект создан нетворческим трудом и не означает, что охраны нет. Соответственно, все, что угодно, может подпасть под охрану, и все, что угодно, может быть из нее исключено. Мало того, со временем происходит различного рода трансформации охраны и споры. Если мы берем такую традиционную сферу, например, сюжеты. Сюжеты в советское время еще считались идеями и не охранялись. То есть, Пушкин рассказал Гоголю сюжет «Ревизора», «Мертвых душ», и это не пользовалось охраной, и это считалось нормальным, потому что сюжет – это, мол, только идея, а дальше уже автор ее воплощает во что-то. В наше время, например, когда создается аудиовизуальное произведение, фильм, сериал, то часто сначала создается некий синопсис. То есть, краткое изложение, иногда очень краткое, иногда чуть более подробное. И вот в судебной практике уже есть ситуации, когда суды признавали, поскольку этот синопсис создан, если он достаточно описывает персонажей, описывает линии произведения, описывает какие-то сюжетные ходы, то он уже может рассматриваться как объект авторских прав, и тогда все остальные произведения являются производными вот этого первоначального, вроде бы описывающего только основные идеи синопсиса. И, соответственно, в суде автор синопсиса может отстоять свои права и запретить или разрешить использование сценария, создание фильма. То есть, со временем все меняется, ничего не стоит на месте. Собственно, вот объекты авторских прав, исполнения, фонограммы, это образует такую огромную совершенно подборку разных видов вещей, причем единой классификации нет. Классификации, как обычно, я привожу пример из Борхеса. Все вещи классифицируются на облака, плывущие по небу, рыбок, плавающих в саду императора и прочее. Вот примерно с произведениями примерно то же самое, достаточно запутанная система. И если рассматривать, у нас в Гражданском кодексе есть примерный перечень произведений, но на самом деле мы почти всегда понимаем, что является произведением, а что нет. Есть только пограничные вопросы, есть пограничные ситуации, ну вот в частности литературные, драматические, хореографические, пантомимы, но произведения — это некий результат. То есть если невозможно никак идентифицировать, то вроде бы как это не произведение, хотя зарубежное законодательство постепенно стало распространяться на основе действия добросовестной конкуренции и других норм, в том числе и на такие объекты, которые с нашей точки зрения произведением не являются. Допустим, там обои, на которых определенным образом наносятся полосы, и вот мимикрирующие под них другие производители тоже признаются нарушителями авторских прав, как ни странно. В нашем подходе обычно все-таки более схоластический, более такой документальный, то есть если есть совпадение, то есть заимствование, если нет совпадений, то нет заимствования, но ситуация осложняется, потому что не всегда совпадения прямые. Есть еще варианты переработок, например, когда каким-то образом преобразуется текст, каким-то образом создается аудиовизуальный произведение, например, фильм с использованием каких-то основ, с заменой, например, имен героев, с заменой части, содержательной части, но при этом остается достаточно узнаваемый, чтобы сказать, что да, этот фильм является переработкой, да, этот учебник является заимствованием, плагиатом, переработкой какого-то предыдущего учебника. К произведениям относятся и фотографии, и произведения фотографического искусства, так называемые, и геологические, географические карты, причем на практике это приводит иногда к парадоксам, ну, например, географическая карта в виде любого такого более-менее оригинального изображения местности, она будет признаваться произведением, а вот, например, геологические карты, созданные на основе измерения, там, сопротивление пластов автоматически судами российскими не признавалось произведением, потому что замеры производились по определенному алгоритму, то есть там отражение волн, автоматическое выращивание этой карты постепенное, и суды приходили к разным результатам, скажем так, но в том числе могли признать, что если по алгоритму, то не охраняется. К произведениям приравнены программы для ИВМ, так называемые творческие базы данных, производные произведения, то есть то, что создается в результате переработки. Ну, одним из видов производных произведений является перевод, и чтобы на всякий случай хотел обратить внимание, вот это обычно очень трудно воспринимается, отслеживается, то есть вот есть автор, а есть переработчик, есть переводчик. Вот когда перевод проще как-то, что мы все понимаем, что использовать, допустим, Гарри Поттера, Джан Роллинг, в переводе чьем-то можно только с согласия автора, оригинального произведения и переводчика. А когда речь заходит о переработке, например, берутся чужие учебные материалы, перерабатываются и включаются в какие-то новые учебные материалы. Так вот, для использования новых учебных материалов надо получить согласие, иметь какие-то права на исходные материалы, переработанные, иначе это будет нарушать права автора оригинального произведения, точно так же, как права Джан Роллинг, нарушились бы, если бы переводное произведение использовалось без согласия автора. Еще одним вариантом являются составные произведения. Когда речь идет о составном произведении, речь идет о том, что некто взял на себя труд по подбору и расположению материала. Это может быть что угодно, там сборник стихов, сборник каких-то измерений, сборник еще чего-то, но составным он будет произведением, если приложен именно творческий труд. То есть не просто какое-то механическое объединение по алгоритму, например, там телефонная книга. Можно теоретически обзванивать всех подряд, перебирая все номера и создать телефонную книгу. Труд будет огромный, неблагодарный, но объект авторского права не возникнет. Имеется в виду творческий подбор. То есть это может быть подбор каких-то картин, это может быть подбор учебных материалов, это может быть создание там руководства формированием каких-то учебными методических пособий. Но вот вопрос творчества, он такой достаточно скользкий. То есть у нас в российском праве нет жестких критериев, когда возникает, что считать, когда организационная, например, работа переходит в творческую. То есть сама по себе организационно-техническая работа не считается приводящей к возникновению произведения. А с другой стороны, если были какие-то какие-то действия по подбору, по расположению материала, по отбору, то вроде бы это уже и творческая работа. Каждый раз все определяется ситуацией. Мало того, авторское право охраняет не только произведение в целом, но и его название, его часть. То есть если мы таким варварским способом из книги вырвем одну страницу, но потом вклеим, конечно, то эта страница тоже будет охраняться, если она содержит результаты творческой деятельности. Мало того, теоретически может охраняться и одно слово или название. Но вот с названиями произведений идут постоянные диспуты, потому что таким безусловно охраняемым считается название «Золотой теленок», потому что авторы сами объяснили, как они пришли к нему из «Золотого телца». А любое другое название, даже оригинальное, может вызывать множество споров. То есть где вот та степень оригинальности, которая порождает право на название? Потому что для того, чтобы охраняться, название произведения тоже должно быть произведением. И не всегда это так легко определить. Ну, например, у Франсуаза Саган есть такое произведение с очаровательным названием «Немного солнца в холодной воде». Примерно так же оно и по-английски, и по-французски выглядит очаровательно. Но дальше начинается вопрос, вот это «немного солнца в холодной воде» — это объект авторского права, а если объект, то чей? Дело в том, что сама Франсуаза Саган приводит эпиграф к своей книге из стихотворения Томаса Эллиота «Как солнце в холодной воде». Вот добавление к этому образу слова «немного» является приводит к возникновению произведений. На самом деле мы дальше посмотрим. Да, даже добавление одного слова и даже искажение слова может рассматриваться, например, судом, как достаточное для признания произведения. Одновременно стоит обратить внимание, что есть объекты, которые не охраняются. Не охраняются, в частности, сами по себе идеи, если они не воплощены в какой-то конкретике. Опять же, если речь идет, например, о диссертационном праве, хотя это такое очень условное право, то идея, заимствование идей будет нарушением требований к диссертации, научному труду. Но с точки зрения авторского права заимствование идеи не является нарушением само по себе, если идея выражена иным способом. То есть всегда могут быть какие-то близкие, по сути, по содержанию объекта, но эта идея может быть, одна и та же идея может быть выражена различными, с различными вариантами использования слов. Правда, простое перефразирование, если будет выявлено, скорее всего, составит тоже нарушение, потому что это будет использование, переработка конкретного произведения. Не охраняются факты, потому что факты – это объективно какие-то данные нам явления, и вот если факты будут описаны оригинальным языком, там, не знаю, поэт-титлук Рецикар сочинит поэму о природе вещей, излагая какие-то физические идеи и факты, то это будет охраняться. Но именно как поэма, а не как ее содержание. Вот огромная перечень исключаемых объектов, но на самом деле, как бы, речь идет именно о содержании, о сути, а не о названии. Например, если какое-то литературное произведение будет называться метод, там, чего-то или методика чего-то, то охраняться как литературное произведение оно будет, хотя лучше не вводить в искушение и назвать как-то все-таки более литературно. Точно так же концепция, как литературное произведение будет охраняться, а концепция, как сама, как некое содержание идей охраняться не будет. Вот хотел обратить внимание на старый подход в качестве примера сюжета, заимствования сюжетов. Почему-то очень распространено было раньше во всякой учебной, научной литературе использование сюжета сивильский «Каменный гость». То, что у нас «Каменный гость», благодаря Пушкину, у Тирса де Малина в 1630 году, до 1630 года имело вот такое долгое название, и после этого на протяжении столетий многие использовали этот сюжет, не заимствовав, как считалось, ничего из оригинала. Вот в наше время несколько более сложный подход, и опять же разница законодательств, разница ситуации. Ну, например, когда Дмитрий Емец написал для «Эксмо», по-моему, Таня Гроттер серию, то было несколько судов, и российский суд посчитал, что нет ничего общего между Гарри Поттером это «Эксмо» по формальным основаниям, потому что в одном случае в истериск, в другом дракон, здесь мальчик, тут девочка, тут в очках, тут в других очках, и шарики у них разные. А Нидерландский суд даже не стал рассматривать такие совпадения, просто посчитал, что действительно есть заимствование, то есть сели на хвост, как в известной франшизе. Поэтому все очень неоднородно и по времени, и по ситуациям конкретно. Вот одна из ситуаций, например, конфликт, связанный с тем, что переводчик, талантливый переводчик Эрнеста Хемингуэя в 60-е годы перевел и совершенно законно по законодательству того времени использовал для названия фрагмент из стихотворения «По ком звонит колокол». Стихотворение Джона Дона «Ничто не предвещало беды», написано в 17 веке. И результат, прошу прощения, по 1632 год он, по-моему, уже. И результат такой, что суд признал, что тем не менее, что вот это «По ком» является авторским, потому что с его помощью придана фразе некая архаика. Ситуация немножко усложненная. Дело в том, что переводчик переводил книгу сам, а название, зная, что это стихотворение Джона Дона, взял из перевода стихотворения Джона Дона, который тоже сделал другой хороший переводчик, но не прозаик, а поэт. В результате потом их, насколько я помню, наследники столкнулись, кому же все-таки принадлежат права. И было признано, что «По ком звонит колокол» — это все-таки авторская интерпретация. Точно так же в судах по «Винни-Пуху» наследницы Бориса Сахадера отстояли, что «Винни-Пух» — это авторское название персонажа, потому что у Алана Милна «Винни-де-Пун». То есть мы сейчас не можем судить, насколько это просто связано с тем, что отбросили артикль или неправильно просчитали вторую часть, но вот тем не менее, в доказательство обосновывалось, что «Пух» — это потому что он такой пушистый, такой снежный, нежный и все остальное. Так, я вижу какой-то вопрос, нет? Буду рад ответить. Итак, если идти дальше, есть различного рода ограничения и исключения из авторских прав, ими периодически пытаются пользоваться. Одно из относительно недавних введенных в 2008 году — это, например, пародии и карикатуры. От этого исключения, например, страдал уже так называемый Ждун, который сам по себе, видимо, пародия, но его использование также признали пародией, и это долгий судебный процесс. Но тем не менее, я бы на эти исключения не советовал ориентироваться. Мы о них поговорим. Есть несколько разных. И что касается произведений, то охрана, вообще охрана объектов интеллектуальных прав, она не вечная. Она обычно длится какой-то период установленной законодательства. Охрана исключительных прав на произведение действует сейчас в Российской Федерации и в большинстве стран мира 70 лет после смерти автора. Там несколько усложнённый расчёт сроков, продление до конца года и дополнительные варианты продления. То есть если соавторствие, то по сроку жизни последнего соавтора, там отдельные требования для анонимных произведений, если не был разоблачён автор, то 70 лет с момента опубликования. Отдельно, если опубликовано после смерти, например, в «Мастера Маргарита» опубликованы после смерти, обнародные после смерти Булгакова, и отчёт ведётся не с года смерти Булгакова 1940-го, а с года первого опубликования. Публикация была в журнале в течение двух лет, там 67-68, поэтому отчёт будет с 67-68. Дальше специфическое такое продление сроков, это если репрессирован и реабилитирован посмертно. На самом деле вот такое продление во многом повторно убило авторов, в том числе и как создателей произведений, потому что сначала их не публиковали, потому что они были репрессированы, а потом права восстановились, но если родственников найти сложно, то легальные разумные издатели, например, лучше откажутся от использования. И в результате получается, что произведения авторов, которые уже должны были перейти в общество состояния, до сих пор не перешли. С другой стороны, у некоторых ещё живы родственники, они пользуются этим авторским правом, так что ситуация неоднозначная. Ну вот примеры. Бабель писал пьесы, и его произведения охраняются, потому что он был репрессирован, реабилитирован в 54-м году. Для Булгакова, как мы говорили, часть произведения ещё, поскольку она была не опубликована или в разных редакциях, будет охраняться в разные сроки. Законодательство предусматривает разные формы лицензий, разные формы варианта использования, но общий принцип, что должен быть. Письменный договор, к сожалению. Исключение только для периодической печати и некоторые исключения для программ для ИВМ и баз данных. В остальных случаях письменный договор, ну, законодательство установило ещё такой вариант, долго с этим мучились открытые лицензии. Это вариант, когда можно, когда правообладатель размещает условия использования, все остальные соглашаются как бы с этими использованиями, с этими условиями используют. И пока они не выходят за пределы, то вроде использование законно. Но не советовал бы злоупотреблять, потому что в случае, если потом возникнут проблемы, возникнут претензии, сам пользователь должен доказывать, что лицензия была предоставлена правообладателем, что он имел на это право, что условия были такие-то, что он не выходил за эти пределы. То есть это фактически, ну, по большому счёту такая индульгенция, которая, может быть, будет действовать, а может нет. То есть в какой-то на каком-то уровне, на уровне понятийном, например, это очищает представление о правомерности создания какого-нибудь сайта типа Википедии. Но с точки зрения практической деятельности, если пользоваться именно открытыми лицензиями, надо быть очень хорошо уверенными в источнике. Ну, то есть есть, например, сайт Кремлин.ру, понятно, что там публикуют разные материалы, и поскольку он официальный, никто никогда не предъявляет претензии, там как раз предложено не просто на открытые лицензии, а на Common License, к использованию материалов с этого сайта никогда проблем с ними нет. Если материалы с менее известных сайтов берутся, то уверенности, соответственно, никакой нет. Сделаны варианты возможностей публичного заявления о возможности использования, должны публиковаться на сайте уполномоченного федерального органа, но пока как-то нет бурного потока авторов, которые хотели бы всем предоставить бесплатно, безвозмездно, навсегда и на какой-то срок, на каких-то условиях использования. В общем случае, учет интересов авторов, правообладателей и пользователей строится на том, что закрепляются исключительные права, то есть использование произведений, использование других объектов разрешается только с согласия правообладателей. Авторов или правообладателей, тех, кто обладает исключительными правами, это могут быть работодатели, приобретатели по договору, могут быть наследники. Дальше есть варианты, когда устанавливаются специальные компенсационные льготы или дополнительные вознаграждения, это с точки зрения авторов и правообладателей. С точки зрения пользователей, ну одно из таких базовых исключений, это свободное воспроизведение в личных целях, но это опять же, когда граждане сами для себя, для семьи что-то воспроизводят, это не относится, например, к вузам, не относится к библиотекам, это именно когда речь идет о воспроизведении самими гражданами для своих целей, причем со множеством дополнительных исключений. Одно из таких базовых, которые можно рекомендовать всегда для использования, это цитирование. Но цитирование подразумевает включение в свое произведение, чужих произведений. То есть можно в объеме, оправданном целью цитирование, это очень абстрактно, но у нас предельно расширенный вариант возможностей цитирования, можно как в научных, в критических, полемических, а можно и просто в художественных целях цитировать. Но это именно в свое надо включить. То есть надо создать свое, и тогда туда можно включать чужое. То есть хочется рассказать о современной, не знаю, живописи итальянской, можно как Муратов создать там книгу образа Италии, и туда включить хоть три дома, хоть десять, и туда включить в любом необходимом количестве чужие произведения, изображения. Но это должно быть именно связано. Есть варианты, и, пожалуй, цитирование в оригинале и переводе допускается. Это один из самых таких важных, базовых, широко используемых и неоспоримых вариантов обхода, скажем так, авторских прав. Все остальное, например, использование иллюстрации ограничено учебными целями. Можно некоторые виды использовать статей по текущим вопросам, но есть оговорка, если это не запрещено издателям. Причей, докладов, вот как я говорил, цитирование в 2014 году добавили даже в целях раскрытия творческого замысла автора. Мало того, в Верховном суду в 2019 году дополнительно разъяснено, что цитироваться может все, что угодно, в том числе фильмы, любые звукозаписи и, как ни странно, даже фотографии. Вот это понять очень сложно, потому что цитирование подразумевает обычно включение кусочка чего-то, части, в свое. Как фотография цитируется, непонятно, но в Верховном суду виднее. Для интернета установлены, распространены ранее действовавшие положения об исключениях. Сделан ряд дополнительных был в 2014 году исключений, то есть можно, например, было копировать произведения, которые не переиздавались, но на практике это оказалось маловостребованным. Отдельные исключения установлены для единичных копий, когда библиотеки образовательные учреждения создают, для копирования диссертации, авторефератов, копирования по заказам граждан, копирования для образовательных целей с очень большими ограничениями для проведения экзаменов, аудиторных занятий, самостоятельной подготовки. Но в целом это такая область специфическая именно в области литературных произведений, печатных изданий, изданий цифровых. Исключений на самом деле не так уж много, как казалось бы. Мало того, есть обратная сторона медали, что нет компенсационного вознаграждения. У нас компенсационное вознаграждение особое собирается с импортеров и изготовителей для правообладателей при воспроизведении фонограмм и аудиовизуальных произведений. Для литературных произведений такого нет. Ситуация еще больше осложнилась в связи с развитием интернета, поскольку область совершенно неведомая. Появились новые способы использования. Они настолько многочисленные, так быстро меняются и так быстро преобразуются, что в результате ни законодательство с ними не успевает, ни практика, ни даже деловая практика договорная, договоры не знают, собственно, как оформляться. Дополнительно стоит учитывать, что у нас есть отношения работника и работодателя. И вот в рамках авторского права и других прав интеллектуальной собственности основной принцип – это переход исключительного права к работодателю. То есть в концепции европейского права, континентального права, права всегда возникают у автора. Но затем переходит к работодателю, например, если это права на так называемое служебное произведение, если это входило в обязанности работника. Но, опять же, это презумпция, но необязательное правило. То есть если договором предусмотрено иное, права могут оставаться у работника. Мало того, если не предусматривать создание именно данных произведений, данного вида, данного рода работникам, то считается, что права остаются у него, потому что это тогда не признается служебным произведением. Но учитывать, тем не менее, надо, потому что сплошь и рядом встречаются такие проблемы, что, например, образовательная организация считает, что права на все, что создано автором, все, что создано сотрудником, например, на его новые какие-то труды, вроде бы должны принадлежать этой образовательной организации. Или, наоборот, сотрудник считает, что не должны принадлежать. Опять же, зависит от того, что именно было предусмотрено. То есть, например, писать научные книги вроде бы сотрудник образовательной организации не обязан, и если это специально не говорено, то права вроде как должны принадлежать ему. Но, с другой стороны, учебно-методические материалы он может создавать и в рамках служебных обязанностей. Что будет с учебниками, сказать сложно, потому что, опять же, зависит от конкретного регулирования в данном ВУЗе, что входило в должностные обязанности, за что выплачивалась зарплата. Каждую ситуацию надо анализировать отдельно. Вот что касается заимствований, то у нас существует неправильное, в принципе, понимание плагиата, потому что в законодательстве под плагиатом понимается только уголовно наказуемое деяние, когда специально присваивается авторство, когда отрицается чужое авторство, присваивается себе. На практике чаще встречается просто заимствование чужих произведений, частей, включения чужих произведений и также заимствование чужих идей, которые не наказуемы с точки зрения авторского права и только в рамках диссертационных каких-то отношений ВАГ может посчитать, что это неправильно. Отдельную совершенно сферу составляют так называемые персонажи, менее значимые, может быть, для образовательной деятельности, но это как раз то, к чему может быть нужно стремиться, это основа бренда. То есть персонаж Винни-Пух в начале 2000-х годов приносил в год Диснею в районе 24 миллиардов долларов, по чуть-чуть собирая вознаграждения. В принципе, никто не запрещает делать бренды, в том числе и из названий образовательных учреждений с каких-то их представлений, каких-то их знаков. Ну, у нас это не очень распространено и чаще идет размытие, чаще идут какие-то требования к самим правообладателям, будут смешения. И вот вторую часть, которую я хотел обратить внимание, это возможность использования товарных знаков. Больше это все-таки свойственно для коммерческих объектов, но тем не менее в образовательной деятельности, как ни странно, сейчас все больше получает распространение, особенно связано с использованием в интернете, созданием различных образовательных ресурсов в интернете. Если человек или организация задает ресурс, наполняют его материалами, привлекают туда слушателей, то высок риск, что будут появляться какие-то мимикрирующие ресурсы, будут заимствоваться объекты, с каждым бороться тяжело. А вот товарный знак позволяет однозначно определить, что это действительно осуществляется использование, контроль над этим ресурсом таким-то лицом. Может быть развитие франшизы, может быть что угодно. Товарные знаки могут быть словесные, здесь приведены некоторые примеры, то есть просто некие слова, словосочетания, фразы, предложения, все что угодно могут быть изобразительные в чистом виде, а могут быть комбинированные, когда и слово и изображение – это как бы основные, чаще всего встречающиеся три категории. Мало того, товарные знаки с годами могут преобразовываться, например, шелла от обычной ракушки, постепенно в соответствии со вкусами каждой эпохи. И эпоха минимализма специфическая наступила, когда уже даже не пишут, что это шелл, тем более, что и название компании меняется. Могут быть трехмерные знаки, могут быть в виде голограммы, могут быть, как ни странно, звуковые. Вот Медра Годвин Майер, звук рычащего льва, зарегистрировал как товарный знак. Могут быть цветовые, хотя не менее меньше различительной способностью обладают, и даже обонятельные товарные знаки в принципе не запрещены, хотя вот из сведений о регистрации, например, в Европе, у нас вообще нет сведений об удачной регистрации, а в Европе зарегистрирован как обонятельный товарный знак. Это запах свежескошенной травы, зарегистрирован на Adidas для использования при продаже мячиков для гольф. У богатых свои причины. Что касается изобретений, как мы говорили, то это все-таки менее распространенный объект для образовательной деятельности, и тем не менее, если придуман какой-то вариант оригинального доведения информации, представления, обработки, если придуман способ оригинального преподавания, особенно в связи с какими-то техническими решениями. То есть не сам по себе, не сама по себе идея, что сегодня учим 10 срок, завтра 20, а послезавтра 30, может быть даже будет это оригинально, но очень трудно будет зарегистрировать, хотя все в принципе возможно. То есть подача на регистрацию на изобретение, дороговизна состоит только в формировании самой заявки на регистрацию, потому что патентная пошлина в этом случае будет всего с физического лица 3000 рублей, вроде недорого, но очень тяжело, дорого потом будет проходить основную экспертизу. Ну, если что, обеспечить можно. Есть разного рода варианты охраны, в том числе там географические наименования на место происхождения товаров, и связи между ними не всегда такие очевидные. Но вот что касается объектов охраны, если все-таки пойти по пути, что же делать в рамках конкретной ситуации, получается, что надо прежде всего определить, что вы создали, что вы создаете, и как вы это будете охранять. Самое простое, это если создано произведение. Произведение объективно выражено, оно уже охраняется, и все вроде бы хорошо, но дальше возникнет вопрос, как доказать, что произведение, во-первых, вот оно было создано именно вами, и что права принадлежат вам. Либо наоборот, как проверить. Вот, к сожалению, общий подход в сфере произведения всегда, в авторского права всегда сохраняется неопределенность. На самом деле, автор признается автором, потому что он, прежде всего, потому что он сам себя считает автором. Это может приводить к различного рода путаницам, например, по-моему, по песне «Синий платочек» чуть ли не 20 лет какой-то из песен, которые пела Клавдия Ивановна Шульженко. Чуть ли не 20 лет шли споры между композиторами и наследниками композиторов, каждый из которых искренне считал, что именно его, что именно он придумал музыку этой песни. Но потом нашли пластинку и выяснили, что нашли пластинку, там, чуть ли не конца 19 века, выяснили, что просто, видимо, оба композитора когда-то в раннем детстве слышали эту мелодию. Так что такие казусы случаются, но на практике специально и в международных договорах, и в российском законодательстве закреплена так называемая презумпция авторства. То есть, в соответствии с этой презумпцией, она так сформулирована достаточно просто, автором признается лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения обычным образом. То есть, если есть книга, на ней написано, что автор Иванов Иван Иванович, любым обычным образом на титульной странице не обязательно, что это вот написано именно, что автор такой-то. Нет, обычным образом где-то в введении указано, что там это Великий Баян писал или еще кто-то. И тогда до тех пор, если известна дата, хотя примерно год создания этой книги или просто известно, что она достаточно древняя, то до тех пор, пока другое лицо не представит экземпляр более ранний, оригинал или экземпляр более ранний, на котором будет написано, что автором являлся другой человек, до тех пор автором будет признаваться Иванов Иван Иванович. То есть, презумпция авторства, она позволяет доказывать авторство, находя оригинал или в наше время допускается электронная копия, например, какой-то объект, который однозначно содержит имя автора и однозначно можно установить время или хотя бы период, в который он был создан. То есть, когда это имя автора было там закреплено. И вот эта связь между автором и объектом, это было специально закреплено еще в верс Конвенция, презумпция авторства, поскольку нет регистрации, но сначала-то во всех странах была регистрация, при отсутствии регистрации авторы могут доказать, что они авторы, тем, что они представят вот этот вот самый экземпляр. Есть организации, там Российское авторское общество, Капирус, библиотека Конгресс США, которые депонируют произведения, в США там особая система, а в российских реалиях НРИС, другие организации, которые депонируют произведения в печатной, в электронной форме и выдают некое свидетельство. Само по себе свидетельство подтверждает только то, что где-то лежит экземпляр произведения, который может быть затребован в суд, например, если возникнет спор. И тогда с помощью этого экземпляра независимая организация подтверждает дату его происхождения, присылает. Суд может сравнить, что это было за произведение, что там было написано, а главное, может на основании презумпции авторства сделать вывод, что автором является конкретное лицо, указанное на таком оригинале или экземпляре. Ну, на практике можно различным способом создавать такие экземпляры, то есть Дарья Донцова, например, уверяла, что она сама переписывает от руки все свои произведения и складывает их куда-то в шкафчик. Ну, в принципе, теоретически давность чернил экспертным путем может устанавливаться, но все-таки это такой достаточно слабый вариант обеспечения доказательств. Самый простой вариант – это когда произведение вышло, надлежащим образом опубликовано, никто не спорит, есть экземпляры печатные, и они сами по себе подтверждают, когда же произведение появилось. На практике можно, конечно, попробовать сделать варианты рассылка друзьям, чтобы они подтвердили, но очень тяжело потом доказывать дату появления произведения. Можно распечатку с прошивкой, с подписанием. Не очень рекомендованный вариант – это, например, подписание, заверение у нотариуса, так как дорого, еще предлагают хранить, это еще дороже. Поэтому в значительной части стран на себя такие обязанности по сохранению этого экземпляра, если произведение не опубликовано, берут авторские общества. Но на практике это не обязательно, то есть вовсе не обязательно каждое произведение так вот обеспечивайте ему охрану. Ну, чаще всего статьи, все-таки посылаемые в журнал, их не воруют, а просто где-то они теряются. Чаще всего произведения, которые предназначены для опубликования, так и публикуются, и в плагиатах как такового не происходит. Но если создано что-то ценное, надо думать комплексно, как обеспечить охрану и что, главное, охранять. Потому что иногда, если это, например, придуман оригинальный способ, то интерес будет не в том, чтобы охранять описание этого способа, а интерес будет, возможно, в том, чтобы развивать оригинальный проект. А это уже скорее область товарных знаков, может быть, до некоторой степени изобретение. Законодательство, к сожалению, эти нужды учитывает в очень ограниченной степени, потому что все время придумываются какие-то новшества, в основном такого теоретически предположительного плана. Зарубежный опыт тоже ограничен. И судебная практика часто сводится, к сожалению, к столкновениям, к тому, что между заинтересованными лицами возникает такая схватка, тяжелая, бесконечная. Вот я вижу, мне были заданы вопросы, извините, почему-то в ленте не увидел их. При разработке учебно-методического комплекта, когда стоит заключать договор с издательством учебной литературы и что должно быть прописано в качестве защиты авторского права. Ну, вы знаете, вот сам договор, он определяет условия использования, поэтому есть варианты два, на самом деле, базовых. Первый это когда заключается договор заказа, это в принципе выгодная для авторов практика, потому что сначала идет аванс, например, оплата или какие-то гарантии, а дальше уже создается под этот заключенный договор произведение и получается, если все нормально пошло, если сдано, если устроило издательство, то получается вознаграждение. Если второй вариант, это вариант договора на использование готового произведения, то есть это либо лицензионный договор, если правооплодателем остается автор, либо договор отчуждения. Но издательство все-таки редко заключают договоры отчуждения прав, у них несколько другая задача, и в лицензионном договоре прописываются условия использования. Собственно, это есть сам договор и защищает авторские права автора, потому что в нем оговаривается, как будет использовано срок, территория, вознаграждение, исключительная или не исключительная лицензия и возможность там сублицензирования, возможность передачи прав, возможности переработки с согласия и без согласия автора. То есть этот договор защищает опосредованно, договор определяет, в каких объемах произведение будет использовано, сможет ли, например, автор продать его еще кому-то. Где можно подробнее узнать об охране авторских прав на учебные пособия для вузовских преподавателей? Ну, вы знаете, это такой обоюдоострый вопрос, потому что с точки зрения преподавателей, если они уходят из вуза, они хотели бы, может быть, внести пособия и, может быть, имеют на это права, может, нет. Это зависит от договоров, которые они заключали, в том числе и по работе, и при издании таких учебных пособий. С другой стороны, вузы хотели бы, конечно, закреплять для собой права, поэтому это зависит от договоров между вузами и преподавателями, а также вот законодательства насчет подробнее. Ну, это отдельный вопрос, это юристы такие консультации, в принципе, предоставляют, но это, опять же, относится к каждой конкретной ситуации, потому что все зависит от того, как в конкретном вузе ведется работа, как оформляются права и какие, главное, возможно, что в такой щепетильной области лучший вариант это все-таки договоренности, которые не всегда, может быть, даже вот так вот визуализированы или закреплены в договорных положениях. Автор сам себе посылает оригинал созданного произведения почтой, обычной или электронной. Является ли это способом охраны и доказательством? Да, в старых разных публикациях предлагалось, например, профессор Гаврилов писал, послать самому себе экземпляр по почте. Это в какой-то мере является доказательством. Этот экземпляр придет к вам, вот будет запечатанный конверт, но понимаете, что это такое одноразовое доказательство, потому что, как только конверт распечатали, доказательство перестало существовать. Я не очень представляю, как суд будет работать с этим доказательством, то есть что нужно будет сделать, чтобы обоснованно представить это доказательство в суд. В качестве такой меры профилактической можно направить самому себе, можно придумать что-то еще, но реальный способ доказывания – это, вы знаете, на почте особо тоже не смотрят, даже если с описью вложения пошлете. То есть сила доказательная будет не очень велика в том плане, что будет трудно потом использовать, показывать, доказывать. Ну вот оптимально, есть судебная практика, например, оптимально – это все-таки депонирование в авторском обществе, в наших условиях, или создание экземпляра. Создание экземпляра какого-то подписанного, хранимого, может быть подписанного, не знаю, свидетелями. Потому что для суда любые доказательства не имеют предустановленной силы, и на что суд среагирует как на доказательство достаточное – это, опять же, зависит от текущей ситуации, от того, о чем задается вопрос, о чем идет спор. Когда онлайн-школа приглашает эксперта, чтобы он разработал урок, нужно ли ему заключать авторский договор со школой? Ну, если будет использование, то, понятно, и использование будет осуществляться не самим экспертом, то для такого использования нужно согласие эксперта, то есть нужно согласие автора, который создает этот урок. Вопрос только в том, в чем состоит урок. Это имеется в виду, он может какие-то рекомендации давать или он формирует материалы, пишет что-то, что-то иллюстрирует, что-то создает такое, сам ведет, может быть, преподает. В этом случае зависит от того, как планируется использовать. Если планируется использовать, вот просто он озвучит, расскажет и как бы за это ему будет заплачено, то отдельные, обычно отдельно вопросы авторских прав не решаются, они как бы входят. Если планируется, что материалы потом будут как-то использоваться, например, другими преподавателями будут где-то размещены, то тогда обязательно нужен договор, который будет включать, ну, это может быть, например, договор оказания услуг, чтобы он что-то сделал, и в нем должны быть положения, которые позволят потом использовать результаты. Это могут быть договоры, предусматривающие отчуждение исключительных прав на такие результаты, или могут быть договоры, в которых будет предусмотрена лицензия, например, на использование не исключительно лицензии, если сам автор хочет эти результаты использовать где-то еще. Спасибо большое за внимание. Я понимаю, что все охватить невозможно. Будем надеяться на лучшее будущее и светлые перспективы. Спасибо. Как вернуться в чат? Решил попрощаться очно. До свидания. Всех во благо, чтобы все было хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...